Большинство подростки в Южной Корее озвучили новые данные о солдатах КНДР в России. Военным, которые КНДР направила в Российскую Федерацию, в основном около 20 лет. Некоторые из них подростки. Об этом сообщает новость Украина со ссылкой на отчет разведки Южной Кореи. По данным Южной Кореи, северокорейские войска в России в основном состоят из молодых людей, младше 20 лет, а некоторые из них находятся в подростковом возрасте. Их боевые возможности не следует недооценивать, поскольку они уже прошли базовую боевую подготовку, как штурмовой корпус. Боевые возможности солдат, которые не сталкивались с особенностями современной войны, например российско-украинской, могут быть неизвестны, говорится в сообщении. В разведке Южной Кореи отметили, что это первый случай, когда северокорейские военные были развернуты за границей для ведения боевых действий, и это отличная возможность понять их возможности. «Мы рассмотрим все меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, и будем консультироваться с украинской стороной», заявили в ведомстве. Солдаты Северной Кореи в России. В начале октября стало известно, что Северная Корея отправила своих солдат в Россию для поддержки войны с Украиной. Россия задействует их на курском направлении. Сегодня же СМИ писали о том, что украинские артиллеристы уже нанесли несколько ударов по домам, где вероятно находились военнослужащие из КНДР. Это произошло в Курской области.